Я даю запись, значит, запись пошла, вот, поэтому очень важно сейчас немножко настроиться здесь, а дальше уже посмотрим, надо будет камеру сюда ставить другую немножко. Итак, значит, время идет быстро. Как видите, сегодня уже 11 января 2018 года, и мы с вами находимся уже на следующих шагах нашего с вами движения к благополучию, к спасению планеты, как мы говорим, и так далее. Значит, я не случайно поставил сюда заставку, которую вы видите в личном кабинете, это основной, тут нет только Алексея Суходоева, он, ну, не удалось ему сфотографироваться перед Новым годом, он был в отъезде, вот, но ваши все члены правления, здесь нет Ларисы Артамоновой, она перешла на работу к себе в академию, вот, и у нас сейчас в правлении в директорате образовался, ну, как образовался, просто введен новый член, хотя он давно уже работает с нами, это Франтишек Солар, вот он здесь стоит, видите, да? Вот, это так, информация для вас, поэтому я хочу остановиться на поздравлении, которое мы сделали, оно не случайное, вот, мы долго думали, как поздравить, и я прошу вас всех задуматься, это не просто поздравление, это очень энергетически, мощное, заряженное поздравление для всех, пожелание для всех, желаем всем мудрости при выборе цели, дорогие друзья, духовности, духовного и душевного равновесия, крепкого здоровья и радости бытия, ярких, позитивных событий в 2018 году нам всем вместе, и благополучия нам всем вместе, то есть это очень важно, мы еще к этому, к мудрости, к выбору цели с вами вернемся, но сегодня мы продолжим нашу встречу, есть целый ряд вещей, которые по разным причинам мне удалось изложить в завершении прошлого года, Алексей, спасибо ему еще раз, передал запись, которую, ну, скажем, с разным качеством все-таки удалось довести, ее можно прослушать, ее очень многие уже прослушали, просмотрели, вот, продолжаем, дорогие друзья, движение идет неуклонно, я только что буквально час-полтора назад вернулся из Риги, я сейчас нахожусь в Таллине, ну, в своем, как бы, офисе, вот, и процесс идет просто умопромрачительно, можно сказать так, потому что, смотрите, значит, оживает Рига, оживает Таллин, это все так называемые, ну, скажем, рутина, масса разных работ, которые необходимо провести, для того, чтобы довести до партнеров теперь уже, чиновников, партнеров, значит, подготовить среду для того, чтобы осознать не нам самим, а уже тем людям, которые занимаются развитием транспорта, развитием города, планировкой города, осознать, что и как можно использовать из того мощного фонда ресурсов, который дает технология SkyWay, транспортное, нового, транспортного поколения, потому что это просто обойма, как угодно, много можно других эпитетов сказать, то есть масса различных средств и ресурсов, но об этом последовательно. Смотрите, о чем мы сегодня остановимся, значит, существенно основное, казалось бы, основное существенно почти одно и то же, нет, существенно основное 2017, я еще повторюсь, но уже не залезая там в детали, самые основные штрихи, потому что надо очень понимать, сегодня Алексей подготовил, мы посмотрели сейчас и ролик, в котором тоже прошлись по основным, скажем, ну не достижениям, а основным результатам 2017 года. 2017 год был очень мощный, впереди предстоит еще больше, еще более продуктивный год 2018, но еще раз об этом. Что важно знать, задумая адресный проект. Второй ролик говорил о том, каковы возможности адрес, скажем, технологии SkyWay, но когда мы идем с кем-то, беседуем, да просто мы партнеру, которого, ну, передаем информацию, желаем или предлагаем его привлечься или войти в проект, мы должны знать, что мы ему говорим, что нам надо, что надо существенно, перегружая его, вот, но самое существенное надо сказать. И в завершение будет немножко о том, SkyWay Capital станет фоном, как мы это дело представляем и как мы к этому идем. Итак, смотрите, значит, я повторюсь, повторение мать учения, как было сказано, это документ, который говорит о том, что дан, скажем так, сертификат органы власти, как здесь написано, да, документально, значит, вернее, не сертификат, извиняюсь, а принят в эксплуатацию, экотехнопарк принят в эксплуатацию. Мы долго говорили о том, что когда будет 2017 год, принят в эксплуатацию, но по первому пусковому комплексу, это то, о чем говорилось в видеоролике, по первому, и это надо знать, понимаете, потому что до сих пор мы ходили и говорили, вот, строится экотехнопарк. Дорогие друзья, благодаря нам с вами, экотехнопарк доведен до состояния, что первый пусковой комплекс дан. Решение органа исполнительной власти, видите, там наверху есть документ, очень хорошо было показано в ролике, по объектам легкого транспорта, это юнибайки и юнибусов, городского транспорта принят в эксплуатацию. Второй комплекс, это отдельный, там, по терминалу, по разворотам грузовой трассы и так далее, это еще требует доводки, но процесс идет, поэтому это очень важно, это надо знать. Будут строить, значит, про Вячеслав, вы знаете, мы не знаем сегодня, есть несколько вариантов, один из реальных вариантов, что да, вполне возможно, что это будет и быстрее, и экономически эффективнее. Просто поясню ваш вопрос, будет ли это объединен Арабский Эмират или будет где-то в другом месте, но в любом случае главным критерием теперь является то, что это будет не сертификационная трасса, а это будет элемент или участок трассы эксплуатационный в будущем, но он будет введен как сертификационный участок. Понятно, да? То есть, допустим, там трасса 50 километров, начинается с 22-х километрового, на 22-х километровой выстраивается, начинается сертификация, трасса строится дальше, это как пилотный проект в конкретном месте, в другом. Не исключено, что это может быть и Белоруссии, но в Белоруссии мы уже в условиях, когда есть экотехнопарк, и до сих пор по самому проекту было предусмотрено, что это будет только сертификационная и дальше так называемая экотехнопарк и, скажем, полигонная трасса. Сейчас речь идет о том, что будет введена, и это вполне возможно, и не исключено, что так и будет. Но впоследствии будет построена трасса, где, то есть, дальше, снова в экотехнопарке, доделана эта трасса, когда удастся, я думаю, что удастся утрясти вот так называемые, ну, я бы это назвал конфликт интересов чиновников, которые сейчас ставили там очень нехилые палки в колеса. Суть не об этом. Идем дальше. Я ответил на ваш вопрос. На днях в Швейцарии из-за прорыва ветра. Да, правильно, не только в Швейцарии, Владимир. Вон, смотрите, что в Америке произошло. К сожалению, дорогие друзья, нам среда все больше и больше показывает именно вот, ну, скажем, эту опасную и не, скажем, ну да, опасную сторону существующих видов транспорта. Это не только железнодорожного, это и автомобильный, автобусы с людьми загораются, бьются. В общем, боже упаси, как говорится. Идем дальше. Смотрите. Второе, что существенно. Показывали сертификаты. Да, сертификат на Юнибус, Юнибай. Это существенно. Прошу вас это помнить, это знать, разобраться, что это дано. Вы, Министерство транспорта Российской Федерации. Сегодня мы в Риге говорили, когда я сказал, что есть сертификат российский, я сказал, о, есть уже к чему привязываться, если мы будем, или когда мы будем говорить здесь, привязывая, неважно, там, в Риге, там, в Ганновере или же в Антверпене будем привязывать к какой-то конкретной трассе. Уже есть основа, то есть четко зафиксированы, на международном уровне зафиксированы условия и элементы, которые, комплект оборудования подвижного состава, состоящий из частей, смотрите, из частей. Тяговый привод сертифицирован, система управления сертифицирована, накопитель энергии сертифицирован. Это не только аккумулятор, это накопитель энергии, там целая система, система микроклимата, то есть среда в кабине или внутри средства транспорта, система жаротушения, рама тягового модуля в сборе с ходовой частью, то есть это мотор-колесо и все там вместе, да, и модуль пассажирский, то есть сам корпус Юнибуса. Все, это уже сделано и существует. Это очень важно, это надо знать. Теперь вернемся, у нас был разговор на, скажем, на сайте, на чате, в чате, что там индустрия 4.0, 4.3, 4.0 и что дальше, где мы сегодня находимся. Вы знаете, это делается для того, вот среда, в которой мы находимся, она просто хочет фиксировать, где мы сегодня находимся, как это можно обозначить, чтобы смотреть, а куда мы идем, куда мы дальше будем идти, что нас впереди ждет или куда мы желаем или стремимся, куда надо выйти. Только для этого это очень существенно. Но здесь нам надо знать сегодня, что те специалисты, которые фиксируют или структурируют и систематизируют в какой-то степени, ну, скажем так, динамику движения общества, систем различных, они отстают от того, от того, как мы движемся. Смотрите, индустрия 4.0, это киберфизические производственные системы. Да, в какой-то степени мы киберфизическая производственная система. Но здесь не учтено, что, видите, на 3.0 и Т-системы и электроники. Но в данной ситуации никто еще в мире не взялся за то, чтобы создать и применить к Транснету, то есть к системе, транспортной системе, в ней, в ее управлении, в ее инвестировании, ее финансировании применить к технологии блокчейн, к криптированию информации. Никто, да, пытаются там, скажем, финансовые операции делать, но применительно к киберсистемам этого еще никто не делал. Да, есть элементы криптирования, различных элементов внутри каких-то устройств, требующих колоссальной защиты, но не более. Мы пошли уже дальше. То есть я так полагаю, вот если быть формалистом, то мы уже замахнулись и даем перспективу на индустрию 5.0. Но она формируется вот на этом этапе, на 4.0. Это раз, существенно это надо знать, желательно знать. Теперь еще раз пару слов об технологических укладах. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, Сибиряков, Алексей Суходоев, тот же самый Глазев, который ввел, или один из них основных теоретиков, который ввел уклады технологические, они ввели шестой технологический уклад, не учитывая то, что, значит, описание, это было дано описание на международную конференцию, но, скажем так, основной ресурс не был описан на шестом технологическом укладе, а основным ресурсом это энергия пространств и мирового океана. То есть это не учтено, во-первых. Во-вторых, ключевой фактор это микроэлементные компоненты. Нет, не только это. Это абсолютно уже вчерашний день. Они будут микроэлементные, то есть в киберсистемах это будет использоваться, но система основными ключевыми факторами, да, в какой-то степени будет это, но еще и технологии блокчейн. Вот нам надо знать, где мы находимся в шестом технологическом укладе. И он будет очень мощно развиваться. И транснет-системы, и технологии SkyWay, один из мощнейших двигателей на предстоящее развитие шестого технологического уклада. Чтобы вы сначала дочитали вопрос до конца. Какой вопрос, Надя, в Швейцарии несколько? Насколько наши транспортные средства защищены лучше от такого воздействия природной стихии? Ну, вы знаете, полностью защищены устойчивость к ветру, значит, там данные технические, посмотрите, я не буду сейчас придумывать, я просто не помню на вскидку. У нас же противосходная система существует, понимаете? Это так называемые опорные колеса, которые держат систему очень-очень сильно. То есть, там сказано, что в 100 раз и в целом в 10 тысяч раз повышают надежность транспортной системы ко всем возможным воздействиям ветра, льда и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, парусность совсем другая у наших транспортных средств по сравнению с другими. Понимаете, там плоская стена. У нас, вы же знаете, какой коэффициент, скажем, коэффициент, коэффициент, как он называется? С. То есть, он очень низкий сопротивление воздуху, или она там как-то иначе называется. Вот. То есть, одним словом, очень сильно. Кто там написал, говорит, на 132%. Ну, по-разному можно сказать, но сказано, там разные есть цифры. Есть в 100 раз повышает вот это использование противосходной системы. Безопасность в 100 раз и в 10 тысяч раз устойчивость увеличивает транспортного средства. И это факт. Читайте 100 ответов. Да, да, как вариант. Да, там тоже есть много чего сказано на этот вопрос. Вопрос все. Спасибо, Татьяна. Вот видите, сообществом решается целый ряд вопросов. Далее, дорогие друзья. Смотрите, быстренько пройдемся по тому еще раз 2016-2014 год. Абсолютно. Не буду повторяться. Вы сможете здесь сами посмотреть. Пройден мощнейший этап. Мы находимся сейчас здесь уже на 10 этапе. Должны были закончить 2015-й. Но по разным причинам закончим его, по всей вероятности, в середине 2018-го года. Вот. Мы вышли из того состояния, дохлого состояния, которое здесь можно было его так назвать. Но процесс шел. Настойчиво шел. Благодаря кому? Благодаря инвесторам. Благодаря народному инвестированию, народному финансированию проекта. И мы находимся здесь сейчас в 2018-м году. Видите, здесь 2018-й год. Завершение сертификации стартапы. Строительство, то есть стартап. Наш проект завершается стартаповый. И мы переходим в стадию уже эксплуатационную стадию технологий. Это совсем другая степень риска. Строительство производственной базы продолжается в 2018-м году. Создание центра комплексного обеспечения адресных проектов. Адресный проект. Он нужен. Завод струнной технологии не справится одно с этим. У него там фокус начнет разъезжаться. Пилотные проекты. 12-15 пилотных проектов. Кто-то скажет, что 24. Но 12-15. Это моя оценка, что это наиболее активные, которые вполне могут и сработают в 2018-м году. 2019-й год, там идем дальше. К нему мы еще придем. Далее. 2017-й год. Мы тут так. А тут не перепутал ли я? Нет, нет, не перепутал. Значит, еще раз я вернусь обратно в 2019-м. Значит, 2018-й год мы обеспечиваем предпроектные и проектных работ, финансирование и обеспечение этих работ. Это очень важно. Их можно вести. Ведь смотрите, капитализация откуда она идет? Она идет уже вот мы вводим технологию в использование. Это значит, нужно инженерно-технический, экономический, финансово, ну это тоже экономический, кадрово обеспечить предпроектные и проектные работы. Одно дело просто, просто тупо, я извиняюсь, спроектировать, предпроектную работу провести. А дальше мы должны знать, есть ли кадры, есть ли другой ресурс для того, чтобы проект пошел дать. Обеспечить его финансирование, найти схему финансирования. Самая простая схема это народное финансирование через ICO, то есть через криптирование проектов. То есть вот использование уже акций Skyway, тех акций, которые у нас есть, выпуск новых акций под уже конкретные проекты в конкретных местах, но это уже отдельная история. И обеспечение финансирования проекта, управление системой заказов по строительству, транспортных структур. Именно вот эти очень важные моменты на 2018-2019 год. Это надо подготовить в 2018 году. 2017 год. Раньше мы говорили, я не буду повторяться обо всем этом. Подписан базовый, самое существенное, на стыке 2017-2018 года. Базовый договор по адресным проектам в Объединенных Арабских Эмиратах и Экотехнопарк сдан в эксплуатацию. Когда я в прошлый раз писал, еще неизвестно было, удастся ли, вернее, каким числом получим этот документ. Вы видели, это последние числа декабря 2017 года. Он получен, этот Экотехнопарк, первая его первая очередь или первая часть сдана в эксплуатацию. И это очень важно. И 2018 год еще несколько подробнее. Смотрите, что у нас. Переход абсолютно, вот он уже вот-вот-вот за углом стоит. Переход с 10 на 11 этап. Так, вопросы, вопросы, вопросы. Возможный переход до конца? Нет, до конца, но вряд ли мы не успеем подготовиться. Это реально конец января, начало февраля. Очень ждем и надеемся. Правильно, мы тоже ждем, готовимся. Сразу 16 будет? Нет, сразу не будет 16. Значит, у меня есть информация, что закрытие корневой произойдет в феврале-марте. Не знаю, у вас такая информация, как вы к этому относитесь. С большим вопросом. Я не вижу предпосылок закрытия. Понимаете? Это же, ведь что такое закрытие? Это значит, кто там мне за этот вопрос вычисовал? Это же значит, что кто-то реально положил на стол деньги. Жить-то надо дальше, понимаете? Это же процесс такой, что от того, что я вошел в вагон, я еще не поехал. Так и здесь. Даже если там будут какие-то договоры, мой жизненный опыт и знание процессов, которые происходят в экономике, в правовом пространстве. Даже если мы с вами или кто-то с головной компанией с Юницким сядут за стол, подпишут документ в начале февраля еще какой-то, да? О переводе, о финансировании. Это еще не значит, что эти деньги как бы пришли на стол. Они должны еще прийти. Я не хочу вас и никого, значит, к сожалению, финансовый мир очень сложный и он упирается. Вот с начала года я, мне в том числе пришлось, скажем так, напырхаться достаточно немало для того, чтобы с фининспекцией и с банковскими системами здесь разбираться, это доказывать, что ты не жираф и не верблюд и так далее. То есть это все не так просто, Вячеслав. Значит, что там еще есть? Мирошниченко сказал, что на вчерашнем вебинаре. Ну, Мирошниченко... Не-не-не, на 11-тавод, чуть позже, к апрелю, пожалуйста. Так, у меня есть... То, что Мирошниченко сказал, это... Мирошниченко сказал. Он ближе всех к этой системе. Относиться ко всему надо, дорогие друзья, мало ли что на рынке говорят. Значит, при всем моем уважении к моим коллегам, с которым мы работаем. Подготовка и строительство монтажной работы по адресному проекту. Очень много работ предстоит. Вы смотрели, там была информация, что уже 430 человек в КБ. Понимаете? То есть, работает масса групп, по-моему, 6-8 направлений, по которым работает. 15 различных, ну, скажем так, отделов или групп, или бюро работает. И так далее. Подготовка и проведение ICO под реальные проекты. Целый ряд будет. Кто раньше подготовится, услышите, узнаете, сможете участвовать. Экофест 3 июля. Подготовка IPO. Она не снята еще сегодня с повестки дня, дорогие друзья. Понимаете? Потому что одно дело ICO, другое дело IPO. Создание представительства капитал в различных регионах. Мы расширяемся, становимся международным всемирным фондом. Выход на серию адресных проектов. Это все 2018 год. Создание всемирной сети народного финансирования, проектов и социальной поддержки инвесторов. Это отдельная опера. Сейчас вот эти беседы показывают, что нам уже неоднократно, уже со стороны говорят, умные люди. Говорят, вы же мощнейшая площадка, на которой можно и социальную поддержку организовать. Понимаете? Не буду сейчас даваться здесь подробностей. Это все предмет ближайших наших бесед. Создание структур инженерно-технического и кадрового обеспечения адресных проектов. Адресных, извиняюсь, проектов. И, естественно, дорогие друзья, это Экофест там впереди, а это Иннотранс Берлин 2018 с 2018 по 20 сентября 2018 года. Мы там будем? Мы должны там быть. Так что, смотрите, работы много. И тут есть еще вещи, которые я не стал сюда вставлять. Мы, по ходу, будем к ним возвращаться. Значит, Татьяна, спасибо за напоминание, но в этом ответе 40 речь идет о 5-тонном устройстве. А Юнибус гораздо легче. Да, есть 2-тонный там и так далее. Естественно. Но у него же, смотрите, Владимир, я вернусь обратно к этому вашему вопросу. Есть подвесной вариант и есть навесной. Если мы говорим о подвесной, его оттуда вообще сорвать. Вы видели, он врезался в трактор, условно говоря. Трактор смял, снес его, да. Сам повредил только немножко бок. Остался на трассе и так далее. При всех тех негативах, которые там были. Это подвесной. Навесной, ну, у него другое дело. Потому что навесной он подходит больше к тому, как и, ну, как и вагон, который по рельсам катится. Ну, у вагона, который катится по рельсам, у него только ободок колеса. Внутренние ободки колеса, да. А у нашего опорные колеса полностью. Понимаете? Так что это и плюс обтекаемость его. Тоже, если на них очень сильно болтало. Да, болтало, потому что у них нету, скажем так, у фуникулеров нету... Они же ведь на тросе висят. А у троса нету струнной... То есть у него нет анкерных опор. Он и есть такой, понимаете? Флексибл. Поэтому читайте теорию. Мы сейчас как раз к этому придем. Следующее, значит, смотрите. Ну, вот я уже в 19-м годе говорил. Идем дальше. Вот, и теперь мы плавно пришли к тому, что надо вот эти вопросы, которые вы задаете, а как она выдержит, а или не выдержит. Изучайте, смотрите. Сейчас вот эти два основных ролика, которые выпущены, там еще разжевана анкерная опора раз, промежуточные тормозные опоры, промежуточные опорные, струнная путевая структура, промежуточные опоры, масса. Сколько между ними расстояния? Ведь это все вопросы, которые задают, и нужно знать, когда мы где-то кому-то начинаем объяснять, маломальски специалистам, начинаем кому-то из чиновников объяснять, а сколько, а какое расстояние может быть, а где надо анкерные опоры, а зачем они, а могут ли они быть угловыми и так далее. Вот основные вещи, которые надо знать, для себя усвоить и быть... Ну, дорогие друзья, не ленитесь. Значит, это работа или это возможность, которая дается вам на 50 лет. Давайте продвигайтесь. Дальше возможности. Смотрите, то есть это прямая линия, прямая линия, кривая линия с горой. До 10 километров может быть расстояние между опорами. Это я такую неудачную сделал копию, но не страшно. Понимаете, да? Это 10 километров может провис быть. Но все равно вот эта трасса, эта не фуникулерная, она здесь, у нее анкерный опор и здесь. Она не будет бокового болтания давать, потому что она уже натянута, она в натяге находится. То есть в напряжении находится, в натяжении. Да, в какой-то... Естественно, может быть, ветер, который... Ну, это же не... У нее, скажем так, парусность не такая, как у моста. Бывает так, что и мосты раскачивает. Например, раскачивает... Очень сильно раскачивает телевизионные башни. Останки она там с мощной... И так далее, и так далее. То есть есть нюансы, но все учтено. Что означает... Ну и хорошо. Что означает социальная поддержка инвесторов? Дорогие друзья, а что? Это социальная поддержка инвесторов и значит то, что... Вернее, скажем так, наличие пакета в портфеле акций, это и есть социальная поддержка инвесторов. То есть инвестор абсолютно уверен, что будет ему... Дивиденды будут. Но они зависят от того, какой у него портфель. Поэтому сегодня надо беспокоиться о том, какой у кого портфель акций, ну, скажем так, благодаря инвестициям. В дальнейшем это и есть социальная поддержка или социальная гарантия, правильнее даже так сказать. Инвесторам. Потому что я глубоко сомневаюсь или мало уверен в том, что поколения через 10, ну, 15 лет будут вообще надеяться и какая-то система, пенсионная система будет. Поддержки какие-то социальные, естественно, будут, но пенсионного нету, понимаете? То есть общество не сможет выплачивать пенсии. Поэтому создание и строительство транснет-системы всемирной, это есть хорошая площадка, хорошая база для того, чтобы дать людям возможность сегодня не в какие-то там пенсионные, так называемые, я уже неоднократно об этом говорил, не буду сейчас повторяться, я в два пенсионных фонда вкладок. И что? Один последний, это государственный, который, да, действительно, мне выплачивает пенсию, не буду говорить, какая она, но тем не менее он выплачивает, но она, как говорится, вместе со мной куда-то и уйдет. А вкладывая в акции или, скажем, вкладывая, инвестируя в новую технологию, в транспортную технологию, человек инвестирует благополучие свое и своих будущих поколений. То есть это передается, и это есть социальная защита, это социальная гарантия, социальная поддержка инвестора. Понимаете? Потому что социум, он вкладывает сегодня, он коперируется с тобой, со мной, с ними, он вкладывает, он лоялен к системе. В 2014 году это вообще были лояльнейшие люди. Сегодня мы уже, видите, как мы продвинулись, я показывал вам. И сегодня они вкладывают, мы вкладываем с вами, и это мы создаем социальную поддержку для себя и для людей. И поэтому сегодня я призываю вас, дорогие друзья, сделать ревизию своих, ну, скажем, миропониманий, социума, в котором мы живем. Можно сидеть, надеяться, трепаться, пардон, на кухне, говорить, что вот это плохо, государство это не обеспечивает, это не обеспечивает. А что ты сам для этого сделал? Ты уклоняешься от налогов, я извиняюсь, был такой разговор у нас недавно, да, поэтому я немножко повторяюсь. И так далее, и так далее, понимаете? Вот, и поэтому и так далее, и так далее, пошли дальше. Это тоже разговор такой, иначе мне сейчас занесет далеко. Смотрим дальше. Вот, это тоже было в том фильме, который нам показывали. Труба, тоннель, да, в тоннеле можно в воде прокладывать, мы здесь рассматривали, и КБ быстро дало решение, как, например, из Сталина в Хельсинки через залив можно преодолеть. Не надо здесь ставить никаких вышек, точно так же, идея была примерно такая же, заанкерить, труба, тоннель, в виде трубы, якарная система к дну при, к ренопределенной глубине, подводная станция поплавок, для обслуживания больше ничего не надо, поддерживающие поплавки, и система выходит или сюда, или выходит на землю, уходит там куда-то и так далее. То есть, это все возможно. Причем, это уже было разработано давно, это было разработано 2000, там, то есть, 1980 в каком-то году. Причем, там было написано, при скоростях движения свыше 200 метров в секунду, это 720 км в час, транспортную систему следует разместить вообще в специальные трубы. И это правильно, потому что удержать, и там есть свои нюансы, когда это надо в трубы опускать, но это не значит, что их надо делать вакуумными. Вот, и это очень важно. Но труба над землей, под землей и под водой на глубине от 10 до 100 метров. Дальше начинаются уже другие технологии, хотя можно и глубже, чем 100 метров размещать. И это становится особо актуально, дорогие друзья, если вы посмотрите, когда я говорил сегодня вам, не случайно вам говорил, оба энергия. Основной ресурс шестого технологического уклада, одним из основных ресурсов энергопространств и мирового океана. Мировой океан вообще еще, мы рвемся куда-то там, на Марс, бог знает еще куда. Мировой океан, это большая часть нашего шарика, нашей родной земли, геи, большая часть состоит из воды. Там мощнейший ресурс, его никто не учитывает, под ноги никто не смотрит, куда мы ныряем, туда никто не смотрит. И мы еще к этому не один раз придем, увидим и услышим, но мы должны сегодня это уже учитывать. Далее, не буду здесь повторяться, разберитесь, головка рельсы, куда, как, что это такое, вот она струна. Кто-то скажет, но она же не натянута, это специально показано таким образом, что она не натянута. Вот это, скажем, рельс, вот это все рельс, это головка рельса, это бетон, в котором находится струна, но она в напряжении, и она принимает на себя нагрузку. Прокладка, именно вот этого переменной высоты, она таким образом, она, ну скажем, не с таким провисом находится, но это показано для того, чтобы мы лучше понимали, как работает и на себя принимает нагрузку того, что происходит по рельсу. Разберитесь, пожалуйста, с этим, когда вы объясняете людям. Причем, есть еще структуры, где они, видите, такие как бы как горбатенькие, и вот когда на нее приходят, она дает сюда свою нагрузку. Разберитесь, прослушайте, не моя задача сейчас вам объяснять, очень внимательно прослушайте вот эти два ролика, которые сейчас у нас в кабинете RSV Systems и у нас тоже есть возможность доступа туда. Последнее то, что, значит, Михаил Кириченко рассказывает, как эта система работает. Разберитесь, пожалуйста, с этим. И теперь к нашим, скажем, к нашим, к нашим основным делам. Экотехнопарк. Вот наш ресурс, это акционный ресурс, акционерный капитал Global Transport Investment акции А 267 миллиардов, акции Б это привилегированные акции, которыми оперируем мы и получаем их в залог под свои инвестиции. Вот. Не покупаем, дорогие друзья, зарубите себя где кому удобнее. Мы инвестируем и получаем в залог. Половина из них, половина из них, то есть они разбиты на две порции в ERSS Holding, ERSS Holding, Eurasian Rail Skyway Systems Holding 2, там с определенными процентами, вот, и они являются как бы базой для осуществления инвестиций. Экотехнопарк. Здесь благодаря этому осуществляется опытно-конструкторские работы в зоостромной технологии, работы с заказчиками, это все предстоит в 2018 году продолжить. Вот специализированной проектной компанией, она будет вводиться, потому что уже зоо само, ну как бы, у него очень много, у закрытого акционера очень много функций. Специализированная проектная организация, которая будет только заниматься проектами, только проектами, это их основной бизнес будет по всему миру, вот, и так далее, и так далее. Завершение базовой сертификации, переход на завершение и сдачу полностью всего экотехнопарка. И это очень важно. Далее, это по экотехнопарку, дорогие друзья. Еще раз я как бы вывел на базе производственная база, что здесь такое очень важно? Это производство, то есть экотехнопарк, производственная база, это производство транспортных средств. производственная база путевых структур нужно пока делать самим, оттачивать технологию, иначе не получается. Отработка систем автоматического управления и их производства, это будет всегда, и это нужно самим делать по всему миру, это никогда никто другой делать не будет, это тот черный ящик, который будет основным при передаче возможностей строительства по технологии Skyway. и грузовых перевозок, производственная база для выстраивания грузовых перевозок и контейнерных решений. Это тоже очень важно. И даже вот сегодня, когда мы дискутировали там со строителями Рейл Балтики, это трасса из Сталина до Берлина и до Парижа дальше, вот, то пришли к единому мнению, что существенным дополнением и эффективность трассы именно не в перевозке пассажиров, а в перевозке грузов. Поэтому сегодня, скажем так, перевозка на определенных, это не везде так, но в целом наиболее важно это перевозка контейнерных грузов и контейнерных решений. Целый ряд там надо перегруппировать, логистические центры, тут мощнейшая работа предстоит, дорогие друзья, но Skyway дает возможность выйти абсолютно на новый уровень, скажем так, транснетовских решений, создания новых систем транспорта. У инвесторов акция написано в сертификате, да, конечно, Юра, значит, вот, я-то вам говорю про компанию не GTI, я вам говорю про компанию Евразин Rails Kavisystems Holding. Посмотрите договор, который вы подписывали, договор инвестирования с обеспечением и там все четко описано. Global Transport Investment, Global Transport Investment, это компания, которая владеет технологией, она создала две компании, я еще раз в ближайшее время тогда вам структуру покажу взаимоотношений, я предполагаю, что вы это уже все знаете, поэтому я уже не топчусь на этом месте, понимаете, и просто так вот говорю, что вот существует такое дело, дорогие друзья, вот, разберитесь еще раз, да, в Евразе, но основным акционерным капиталом обоих компаний, которые, акции которых являются залоговыми для нас, да, и мы становимся обладателями портфеля акций этих компаний, являются акции B, Global Trans, то есть это привилегированные акции, они являются акционерным капиталом нашей компании, но наши компании, Евразия, Skyway, нам инвесторам выдают акции, то есть простые акции своих компаний, за ними стоят привилегированные акции, которые обеспечат приток средств из головной компании, которая является генеральным подрядчиком всех будущих проектов Skyway, понятно, да, поток идет оттуда в две Euro-Azine Skyway, а мы за счет этого, эти две компании, они никакой деятельностью не занимаются, они только являются так называемыми надзирателями за реестрами акционерного акционера, все, у них нет хозяйственной деятельности другой, поэтому у нас простые акции этих компаний, понятно, да, отдельную трассу буду строить, нет, не надо, Олег, под контрейнерное решение, да, там есть трасса под контейнеры, но контейнеры можно пускать и по обычной трассе, она просто для, скажем, для того, чтобы можно было сертифицировать различные режимы, в экотехнопарке сделаны отдельно и транспортная для грузовых перевозок отдельная сертификационная трасса, их можно сертифицировать и на этих трассах, которые есть, то есть она может быть на эстакадной трассе, она может быть на подвесной, там разные решения есть. Вот, производственная база, то есть это все очень важно. Далее, теперь переходим к нашему любимому и близкому сковей капитал, я просто капитал здесь написал, значит, капитал переобразуется в международный фонд, но международный фонд мы привыкли к тому, что если фонд это значит какая-то, ну скажем, ящик с деньгами, нет, это международный фонд, в которого одна из одним основным будет обеспечение проведения инвестиций в проекты Skyway, в том числе основное будет это создание инвестиционной базы, но фонд капитал сегодня, это чисто площадка, ей трудно отвлекать, и она практически не имеет права отвлекать средства, она является только проводником инвестиций от инвестора к экотехнопарку, к GTI, вот, остальные все деятельности никто сегодня не финансирует, поэтому, а фонд, создавая фонд, мы сможем, там площадка будет одном, одним из элементов мы дальше посмотрим, а что надо обеспечить этому международному фонду, обеспечение проведения инвестиций в проекты Skyway, выход на новые рынки инвестиций в адресные проекты, где это, Бразилия, Индия, Вьетнам, Африка, Европа, различные регионы и так далее, и так далее, создание инвестиционных площадок, скажем так, сегодня уже GTI и ЗАО струнные технологии захлебываются, у них хватает вот, ну, выше крыши работ по конкретным проектам, международный фонд может полностью создать центр, который будет вот этими направлениями заниматься, создание инвестиционных площадок новых регионов, введение технологий блокчейн в обслуживание, в обслуживание инвестиционных процессов, пилотных проектов Skyway, или же адресных проектов, сначала пилотных, потом адресных проектов, то есть эти вещи очень, очень, очень важные, телефон мне там идет, так, далее, как есть там вопрос, инвестор акция написана в сертификате, да, правильно, написано, под контейнер решения, нет, к международному фонду будет подключать, подключать, а там нет, РСВ это все отдельно, вы понимаете, международный фонд это будет, ну, все вместе, конечно, это единое, с РСВ вместе единая система, создание фундаментальной базы для частного бизнеса инвесторов, создание центра комплексного обеспечения реализации проектов, создание центра подготовки кадров для Skyway, введение возможностей активации акций, активации, сегодня они в таком, как бы, в пассивном состоянии находятся, мы ими не можем пользоваться, мы не можем их не продать, не купить у кого-то или откуда-то, да, мы только можем инвестировать и получить залог, законсервировать его в регистре, обведение возможностей активации, что является активацией, что активирует ICO и IPO, то есть IPO это выход на международный биржу ценных бумаг, то есть открытый доступ, открытое предложение, да, свободных акций, и не наших, а свободных, помните, да, потому что ведь от евро-азиан-релск авиасистент холдинг и евро-азиан-релск авиасистент холдинг 2 под залог выдаются 50% акций минус одна акция, то есть на одну акцию больше половины остается свободных акций, вот они будут выводиться на IPO, а мы будем ехать в этом вагоне и ждать, как они там нормально сработают, но основным для того, чтобы они там были оценены на международной бирже является наличие капитализации к этому моменту, то есть наличие конкретных строительных проектов, наличие средств уже поступивших, может быть, не может быть, а уже в виде дивидендов за 2018 год, 2019 году они поступят, не важно, какая сумма будет, но будет, если кто хочет узнать, то по бизнес-плану это достаточно немаленькая сумма, там 4,4 миллиарда всего по компании, одним словом, достаточно неплохой, неплохой дивиденд может быть, по крайней мере, в бизнес-плане так рассчитано, посмотрите таблицу 9.2, 9.1, сейчас не помню, вот, и ICO, то есть активация может быть и через ICO, это более быстрый вариант, чем IPO, IPO это, значит, акции, а ICO это криптирование, то есть привязка к токенам акций, какое-то создание, какой-то связи, сейчас не будем вдаваться в эти подробности, так, что подразумевается по пунктам 4, 4, создание фундаментальной базы для частного инвестора, это создание, скажем так, возможностей бизнеса для частного инвестора, то есть обучение частного инвестора, это создание системы, которая позволит частному инвестору знакомиться с различными, не самому бегать где-то там, ой, где там что, ой, где там ICO, а будет база, которая позволит, обучит, во-первых, частного инвестора, как относиться, как участвовать в ICO, как входить в адресный проект, что оценивать, будут, так, ну, скажем так, это целая структура, которая будет это предлагать, обучать с одной стороны, с другой стороны, будет система, создана система, которая позволит это все осуществлять на основе уже тех структур, которые у нас возникли сейчас в Scoway Capital в сетевой структуре, то есть в элементах сетевой структуры тех команд, которые сейчас созданы. Я немножко запутанно рассказал, но это надо более подробно рассказывать. Мы к этому еще придем. Казахстан, франшиза, чтобы это было, нет, нет, это не франшиза. Это будет франшиза, когда мы идем на какой-то новый, в этом плане здесь элемент франшизы Людмила есть, что мы выходим на какой-то рынок, допустим, ну ту же самую Бразилию. Мы говорим, да, мы полностью вам даем систему, вот это наш ноу-хау, мы вам это передаем, все отработано, начинайте здесь действовать. Струйте, заказывайте у нас, то есть мы передаем это им с определенными условиями, уже наработав все IT-решения, организационные, правовые решения, пакет обучения, и так далее, создание там сетей, или передачи информации, передача, быть у целой, в этом плане это, да, действительно какой-то элемент франшизы, потому что нам-то интересно не этим заниматься, а нам интересно, чтобы строился и использовалась технология Skyway там, а это ускорит, является так называемым, ну как бы, элементом обслуживания и предпосылок, что строиться будет значительно проще и эффективнее. Четвертый, так, активации, дальше, понятно, да? и вот, теперь на завершение, по-моему, почти на завершение, схемка еще, значит, Capital, международный фонд, фонд Всемирный, Transnet, ну, например, региональные фонды, вот региональные фонды, как раз и будет создаваться, вот это, там может быть, одним из элементов, продаваться туда, со стороны, или передаваться франшиза, по этим наработкам, центр, основной центр, это, тут еще другие центры у фонда будут, центр народного финансирования адресных проектов и развития Skyway, это центр инженерно-технического обеспечения, обслуживания адресных проектов, то, о чем я говорю, центр подготовки адресных проектов, целый ряд здесь, потому что здесь очень много, что надо делать, центр подготовки кадров, центр кооперации инвесторов, вот это, вот и есть вопрос к этому, смотрите, вот, одним из элементов, он будет вот это давать, видите, как копирироваться, обучать инвесторов и так далее, но он будет давать еще информацию и организовать эту работу, тут еще другие центры есть, это одни из основных, которые нужны, их надо запускать, их деятельность и так далее, это надо создавать этот фонд, и тогда будет нам с вами счастье, и бизнес со Скайвей, переход на новые этапы развития, новые сферы деятельности, новые решения, какие, смотрим, введение технологий блокчейн, на разные уровни, я уже говорил, повторюсь просто, чтобы вы понимали, технология блокчейн, это, так называемая, технология криптирования, безопасности на разный уровень, на уровень финансирования, то, о чем Алексей и Сергей говорят, кто вот слушает их вебинары, и сейчас подготовлено, и это на уровне самой технологии управления всей системой, системой Скайвей, там тоже вводится, создание, создаем новую модель финансирования, ее сегодня нет, ее еще надо создать, это или крауд, финансинг, или же диги финансинг, то есть дигитальное финансирование, или же народное финансирование, неважно, как это назовем, сегодня уже элементы обозначены, очень много споров идет, но потихонечку будем это все канонизировать, как говорят в народе, но это надо тоже делать, надо создавать, надо это защитить в различных государственных, надзорных, финансовых инспекциях и так далее, чтобы палок в колеса не ставили, введение новых орг решений для строительства и развития Скайвей, очень много интересных вещей надо сделать, распространение решений на планетарном уровне, для этого, как кто там задавал вопрос, значит, Людмила из Казахстана, да, будем использовать франшизу, это тоже бизнес, фундаментальная база для частного и коллективного бизнеса, это для ГЧП, то есть государственное частное предпринимательство, масса решений, масса, тут придется обучаться, но элементы есть, много вещей нам придется еще создать, каждый проект будет площадкой для создания, потому что в кабинете можно только теоретически продумать, схемы есть, их надо просто правильно применять, комплексное обеспечение проектов база капитализации, потому что если мы обеспечим, мы не если, а когда мы обеспечим комплексный проект, это значит, что мы производственную базу подгоним, мы подведем, скажем так, кадровую базу, это как минимум, и плюс базу финансирования, это является основой для, и являться базой капитализации этой технологии. Нас-то интересует что? С одной стороны мы вводим Skyway, развиваем Transnet, но с другой стороны мы работаем и думаем о сегодняшнем, завтрашнем и послезавтрашнем дне капитализации тех ценных бумаг, которые у нас сейчас стоят в шкафу, как залоговые акции, за нами закреплены портфели акций, капитализация, и от этого будет зависеть их ценность, прибыльность оценка осуществляется на рынке. За счет чего? Насколько капитализирована технология? То есть сколько стоит за этой технологией заказов, сколько стоит суммы заказов, каковы прибыльность проектов и так далее, и так далее. Вот это комплексно обеспечили, получили больше эффект. Рачительное хозяйствование дает больше эффект. Почему сейчас и вынуждена головная компания и заостроенные технологии много вещей и производственную базу развивать сами? Развивая производственную базу, с одной стороны отрабатываются технологии, описываются процедуры, процессы, но это является основой для того, чтобы осуществлять уже лицензирование, сертифицирование, подготовка будущих субподрядчиков, в которых мы сами не успеем везде и не сможем везде построить базы. Но именно строительные, производственные базы надо будет создавать по разным принципам, по разным схемам организационным, но их надо комплексно обеспечить. От этого зависит эффективность проекта. Вот это очень важно, дорогие друзья. Состоялась встреча с представителем Рижской думы, которая предполагалась в конце прошлого года. Рижской думы, это скорее всего, в моем понимании, это мэрия. Ну да, вообще-то это Рижская дума тоже, да. Вот, да, очень эффективно. Продолжением этого была сегодняшняя встреча с представителями группы Рейл Балтик, строителей или, скажем, проектировщиков Рейл Балтик. Потому что городу сейчас очень важно понять, как можно состыковать, используя, значит, и город сейчас начнет смотреть, что эффективнее для него. И вот тут нам надо правильно и вовремя свои предложения сделать. Так, дорогие друзья, есть ли еще вопросы? Я вас благодарю за внимание. Есть вопросы? Нет? Значит, работаем дальше. Я рад был снова с нами встретиться. Надеюсь, что система наша... Значит, мы сейчас готовим возможность, чтобы у нас сбоев меньше было на Мирополисе. Надеюсь, что эта система будет надежнее работать. Так, вот, желаю всем удачного, успешного, эффективного, значит, благополучного этого года. Главное, мощного здоровья самим вам, вашим близким людям. Вот, и мы будем с вами... Я сейчас начну вводить элементы так называемого, что ли, ну, скажем, личного развития нас самих. По 15 минут. До скорых встреч, дорогие друзья, в следующий четверг. Всем всего самого доброго. Хорошо встретить Старый Новый Год и идти поступью, мощной поступью дальше. Строй сковей, спасай планету. Всех благ. Спасибо, Алексей, и все, кто помогали мне. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.